Всем привет! Это Юлия. Продолжаю рассказывать о своем уходе за лицом. В первой части, если вы смотрели мое видео, я рассказывала о каждодневном уходе. В этом видео я расскажу о тех средствах, которые использую 2-3 раза в неделю, либо по мере необходимости. Итак, средства аптечные, которые использую по мере необходимости, то есть когда у меня возникают какие-то воспаления на коже, либо когда кожа сильно загрязнена, образуются черные точки, комедоны, то я прежде всего использую вот такое средство аптечной фирмы МЕРК. Так, не хочет фиксироваться камера. Называется Эксфоляк, лосьон. Применяется он вечером, на ночь, либо на все лицо, либо точечно. Данный лосьон содержит ахокислоты, поэтому днем его использовать не рекомендуется, иначе может вызвать нежелательную пигментацию. Лосьон наносится самостоятельно, то есть он не используется, это не как тоник, а как лечебный, именно как лечебный лосьон. Лосьон может вызывать в первые 2-3 приема чувство жжения, чувствительная кожа, а затем, в принципе, кожа адаптируется. Я его использую не так часто, либо 1-2-3 раза в неделю, например, если кожа сильно загрязнена, либо если у меня кожа воспалена, какие-то там прыщики возникают. Ну, средство очень хорошее, вот на утро кожа очищается значительно. Вообще, данный лосьон, вот здесь указано, что он для жирной кожи, или кожи с тенденцией к окне, борется с черными точками прыщами, используется также его на спину и на грудь. Но, в принципе, комбинированная кожа он тоже подходит, но если использовать не часто. Так, следующее средство также этой фирмы, мерка называется также, это линейка XFOLIAG, это гель-скраб, также с аха-кислотами, рекомендуется его использовать 1-2 раза в неделю. Замечательно очищает вообще черные точки на носу, которые, не знаю, мне тяжело убрать иногда их другими средствами. Этот скраб хорошо очищает, но скажу, что он ядреный, то есть, если кожа тонкая, чувствительная, либо сухая, то он может вызвать раздражение или чувство жжения. Его можно, в принципе, на Т-зону использовать, щеки не трогать, если кожа чувствительная, будет достаточно. Очень замечательный гель-скраб, хорошо очищает, рекомендую. Так, следующее аптечное средство, это уже фирма Aven, вот такой крем, крем Диакнель, он, кроме того, что содержит кислоты, он также содержит ретиноиды. В принципе, его можно наносить на всё лицо, но я его использую точечно. Когда у меня какой-то прыщик или какое-то воспаление на лице, на ночь я наношу, и утром всё, утром прыщика нет. То есть, это моё спасение номер один, замечательный крем, но также сильный, то есть, очень сильный, может вызывать чувство жжения. Ещё у меня средство из аптечной серии, это средство от Урияж, это маска, отшелушивающая, называется ИСАК. Она предназначена для комбинированной кожи, для жирной даже, можно сказать, и комбинированной, но, как сказать, нормальную кожу, для нормальной кожи тоже можно использовать. Отлично очищает, она содержит, кроме того, что АХ-кислота, она ещё содержит глину. Можно использовать её как скраб, так как она ещё содержит частички, можно как маску. Я использую как маску. Производители заявляют, что её использовать нужно 2 минуты, но я держу её больше. Отлично очищает, вообще супер средство. И, в отличие от тех средств, которые я показывала до этой маски, она очень мягко очищает. Она не вызывает, вообще не вызывает раздражение, чувство жжения. Отлично, отличная маска. Так что рекомендую. Так, следующее средство уже не аптечные. Следующее средство у меня также скраб. Скраб от Clorans. Также он двойного действия. Его можно использовать как маску, его можно использовать как скраб. Он с такими частичками внутри, но очень-очень мягко очищает. Если у вас кожа жирная, комбинированная или сильно загрязнена, то он, в принципе, может не подойти вам. А так, даже на сайте у них в аннотации я читала, что можно использовать его каждый день для мягкого очищения. То есть, как скраб. Я его использую где-то два раза в неделю. Он очень приятный запах. У него такой абрикосово-апельсиновый, что ли. Очень нежный. Но такое легкое очищение, скажем так. Следующее средство от Estee Lauder. Это, так скажем, скраб-маска пилинг в одном флаконе, в одном тюбике. Скраб серии Idealist. Так, видно. Называется Dual Action Refinishing Deutrement. Извиняюсь за мой английский. Двойное действие заключается в том, что он заменяет одновременно две салонные процедуры. Или является альтернативой микродермообразий и процедуры пилинга. Но в отличие от этих двух процедур, он не вызывает каких-то сильных повреждений. Не повреждений, как сказать. Сильного действия. Ну да, сильных повреждений кожи, которые появляются после этих салонных процедур. Он наносится на влажное лицо, растирается массажными или втирается массажными движениями. Под пальцами сразу чувствуется тепло. На коже он становится горячим. То есть, это его двойное действие. Оставляется на пять минут и затем смывается. Кожа после него вообще замечательно обновляется, отшелушивается. Притом незаметно. Никаких шелушений на коже потом нет. Вот это средство я, наверное, буду брать еще раз, когда оно у меня закончится. Расходуется очень экономично. В принципе, часто им пользоваться тоже нельзя. Раз-два в неделю. Но я пользуюсь один раз, так как оно очень такое, по своему действию, очень сильное. Но для жирной кожи возможно два раза пользоваться. Так что рекомендую, обратите внимание. Замечательная маска, скраб, пилинг в одном наборе, в одном флаконе. Следующее средство. Это средство от Givenchy. Это детокс-маска. Действие, в принципе, у нее, не скажу, что как пилинг, как скраб. Это маска. Она очищающая. Она наносится на влажное лицо, очищенное лицо. Оставляется на пять-десять минут. Может вызывать такое легкое покалывание. Но эта маска содержит еще в своем составе увлажняющие компоненты. Поэтому даже если ее оставить на ночь, она не только хорошо почистит вам лицо, но и замечательно увлажнит кожу. В принципе, ее можно не смывать. В аннотации написано, что можно промокнуть влажной салфеткой. И все, оставить на ночь. Утром лицо очень нежное, такое бархатное, замечательное. Но я ее предпочитаю все-таки смывать. Мое предубеждение, что так как маска вытягивает все токсины, всю грязь из лица, то она может оставаться на поверхности. Хотя в аннотации этого не сказано. Обратите внимание, называется она Givenchy Skin Targeters Detox-маска. Следующая маска у меня увлажняющая от Estee Lauder. Маска называется Triple Cream. Она с коллагеном. Для сухой кожи, для нормальной кожи или кожи обезвоженной, а также в зимний период. Это спасение. Маска замечательная. Наносится на кожу массажными движениями, превращается в легкое масло. Написано, что 10 минут ее можно держать на лице, потом смывать или влажным тампоном снимать. Ну, я ее могу даже на ночь оставить. У меня, в принципе, кожа не сильно забивается от каких-то там масок, средств. Поэтому я могу оставлять на ночь. Но, в принципе, лучше ее, наверное, все-таки смывать, чтобы не забилась кожа. Замечательно увлажняет. Просто мой масс-хэв номер один в плане спасения обезвоженной кожи. Так, вот, не хочет фиксироваться камера. Ну, ладно. Так, следующая маска, также увлажняющая. Маска профессиональная от фирмы французская Гуанот. Маска с эфирными маслами. Предназначена для сухой кожи. Называется она еще маска сияния. Она наносится на 10 минут. Такого насыщенного бело-серого цвета. Чувствуется легкий холодок, потому что у нее там масла, фирмы, ментол. Не помню, что еще там. Но увлажняет замечательно. Действительно, она тонус кожи придает сияние. Ее можно использовать, например, утром, если у вас есть время. Если перед нанесением макияжа. Макияж будет прекрасно ложиться. Кожа сама будет насыщенная, напитанная. Но, одно но, очень трудно ее смывать. Так как она таким плотным слоем, в ее составе масла. Поэтому я не умываюсь. Обычным способом я беру большой спонж и снимаю теплой водой. То есть, единственный минус, это вот ее снятие. А так, замечательная маска. И последняя маска для глаз. Также эта серия фирмы Гюанут. Это маска моментального действия. Наносится на 10 минут. Разглаживает морщинки. Убирает синяки. Подтягивает кожу. И придает такой усталой коже выспавшийся вид. Можно так сказать. Я этими двумя вот средствами, двумя масками начала пользоваться недавно. Так как совсем недавно их приобрела. Пока не могу сказать их эффекта до конца. То, что они не раздражают кожу, это уже плюс. Не вызывают аллергию, плюс. В принципе, вот эта маска, она действительно, когда утром я ее наношу, она освежает взгляд. Освежает вот эту область вокруг глаз. Так что, обратите внимание. Если есть возможность, попробуйте. И так, это все мои средства по уходу за лицом, которые я использую 2-3 раза в неделю. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что-то вы для себя почерпнули. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте, комментируйте. До свидания.